А пока депутаты решают, как им кажутся, важные вопросы, город разваливается прямо на глазах. Вот эта часть карниза вместе с кусками арматуры сегодня упала на тротуар прямо в центре города. К счастью, из прохожих никто не пострадал. Со съемки места обрушения эту лепнину привез наш корреспондент Ольга Голодова. Подробности происшествия смотрите в ее сюжете. Далее. Около 10 часов утра на улице Решиевская обрушилась лепнина. Куски штукатурки упали прямо на пешеходную зону. К счастью, никто из людей не пострадал. Фасад дома обвалился в квартале от оперного театра. Утром здесь всегда многолюдно. Куски лепнины упали прямо на тротуар. Очевидцы обрушения в шоке. С этого начало крошиться, а потом кусками начало падать. Я лично это увидел, я в шоке стал. Получается, люди, проходящие, когда проходили, испугались и начали убегать. Здесь не делали никакого ремонта. Это два года назад, а не, год назад, это упала, так же здесь падала штукатурка. Еще какое-то время под опасным карнизом продолжали ходить люди. Я думаю, что это очень плохо. Но вы видите, что делать. Сейчас человек, он обсыпается. И никто не ограждает. Ребята, оградите, пожалуйста, и встань тут, стойте. Не знаю, что-то, что-то не будет делать. Не дай бог, кого-то убьют. Не дожидаясь коммунальщиков, чтобы избежать жертв, сотрудник магазина самостоятельно оградил место красным шнуром и табличками «Осторожно». Во-первых, здесь магазин, приезжая часть, люди ходят, кому же интересно, чтобы на голову кому-то что-то упало. В историческом центре Одессы опасных зданий десятки. В нескольких метрах от произошедшего на греческой 30 стоит еще один аварийный дом. Лепной корни из балкона и штукатурка могут упасть в любой момент. К слову, это трехэтажное здание является памятником архитектуры. Строению 127 лет. И от своего почтенного возраста оно может развалиться в любой момент. Ольга Голодова, Евгений Руденко, 7 канал.